Пошли, пройдемся немного. Морган Фриман – американский актер, продюсер и всеми известный закадровый голос многих голливудских фильмов. Человек, получивший множество номинаций и наград, в том числе заветную статуэтку «Оскар». Его путь к славе был поистине долгий и тернистый, а о его настойчивости может позавидовать каждый, в чем вы и убедитесь, посмотрев это видео. Морган Фриман – как живет главный бог Голливуда и куда тратит свои миллионы? Морган Фриман родился 1 июня 1937 года в городе Мемфиси, штат Теннесси. Его мать Мэйми Эдна работала учительницей, а отец Морган Портерфилд Фриман, в честь которого и назвали младшего сына, был парикмахером. Также у пары было еще трое старших детей. Согласно тестам ДНК, предки семьи были выходцами из регионов современной Конго и Анголы, которых, поработив, привезли в Америку. После отмены рабства деду актера в полученных им бумагах написали «Фриман», то есть «свободный человек». Отсюда и появилась знаменитая фамилия. Вскоре после рождения Моргана его родители оставили сына на попечительство бабушки в Чарльстоне, штат Миссисипи, и уехали на заработки в Чикаго. Но после ее смерти в 43-м году забрали мальчика к себе. Актерский дебют будущей звезды экрана состоялся в 9 лет, когда он сыграл главную роль в школьной пьесе. А в 12 выиграл драматический конкурс штата Миссисипи и продолжал играть в школьном театре. После окончания школы в 55-м году Фриману предложили частичную стипендию по драматическому искусству в университете штата Джексон. Но он отказался, решив исполнить свою мечту стать летчиком, и поступил на службу в ВВС США. Однако вместо карьеры пилота Морган был вынужден работать механиком и техником. А за штурвал самолета его так и не пустили. Разочаровавшись, парень решил отказаться от карьеры военного и в 59-м году переехал в Калифорнию, чтобы попробовать себя в актерском деле. Он ходил на курсы драматического мастерства в знаменитый театр Пасадены. А также поступил в городской колледж Лос-Анджелеса, где изучал театральное искусство. Позже в одном из своих интервью актер признается, что благодаря обучению в этом колледже он смог поставить свой голос и начать говорить своим знаменитым бархатным тембром, убрав южный акцент. Помимо учебы Морган посещал различные кастинги, но сколько бы ни обивал пороги киностудий, добиться хоть одной малозаметной роли ему не удалось. Так и не найдя работу, в 60-м году он переехал в Нью-Йорк, где брал небольшие подработки, ходил на пробы и играл в любительском театре. В 61-м году Моргану пришла страшная весть. Его отец, который страдал алкоголизмом, умер от цирроза печени. Но наш герой продолжил усердно работать, заниматься танцами, играть в небольших постановках и, переехав в Сан-Франциско, стал участником музыкальной группы Опера Ринг. В 67-м году Фримен женился на девушке Джанет Адер Брэдшоу и на момент женить бы имел двух внебрачных сыновей – Альфонсо и Сайфулай. После свадьбы Морган удочерил Дину, дочь Джанет от первого брака, и тогда же получил роль в афроамериканской бродвейской постановке «Привет, Долли». Это был успех, благодаря которому Морган начал получать небольшие роли в кино и театре. В 70-х Фримену досталась главная роль в бродвейском мюзикле «Пёрли» по мотивам книги Осси Дэвиса. Также он получил работу на общественном телевидении, где участвовал в детском шоу «The Electric Company», в котором основное внимание уделялось обучению детей чтению. В 71-м году у Моргана и Джанет родилась дочь, которую назвали Моргана. В это же время он прошел кастинг и получил свою первую значимую роль в семейной драме «Кто говорит, что я не могу прокатиться на радуге». Несмотря на тяжелую работу, в том числе и в детективном триллере «Блэйд», и получение еще нескольких эпизодических ролей в других проектах, мужчина никак не мог выйти на тот уровень, о котором мечтал. Когда в 76-м году детское шоу закрылось, Фримен осознал, что его карьера далека от успеха, так как на главные роли его не приглашали. Личная жизнь тоже страдала, наш герой обнаружил, что брак разваливается, а он начинает походить на своего отца, пристрастившись к алкоголю. В 79-м году Морган и Джанет развелись. Через год после развода Фримен снялся в телевизионном фильме про тюремный бунт «Актика» и получил роль заключенного умного мужчины средних лет в драме «Брубейкер». «Мне надо чуть-чуть уважения». «Слышите меня, вы щенки? Меня надо уважать». «Да, мы слышим тебя, Уолт, слышим. Начальника ко мне». Зрителям понравился этот образ. В таком ампуа актер не раз снимался и в дальнейшем. Предложений о работе стало больше. Хоть это все и были незначительные роли в низкобюджетных фильмах, но Фримена, по крайней мере, стали чаще звать на кастинги. Он снялся в триллере «Очевидец» и в восьми эпизодах сериала «Техас». Вскоре появились и более значительные предложения. Так, в 81-м году на телеэкраны вышли драмы «История Марвы Коллинз» и «Смерть пророка», где Морган уже был на первых ролях. В 83-м году актер снялся в восьми сериях мыльной оперы «Другой мир», а в 84-м в драматической ленте «Гарри и сын». Хотя картина и не получила большой популярности, благодаря этой роли мужчину наконец-то заметили режиссеры и продюсеры. Кроме того, его фильмографию пополнила комедийная драма «Учителя». В том же году Морган женился во второй раз. Его избранницей стала художница по костюмам, а также сценограф Мирна Колли Ли. Совместных детей у пары так и не появилось, но они вместе воспитывали и Дэну Хайнс, внучку первой жены Фримена Джанет, про которую мы еще расскажем чуть позже. В следующие годы наш герой снялся в биографической ленте «Мэри», драмах «Казнь Рэймонда Грэма», «Это было тогда, это есть и сейчас» и «Место отдыха». Но настоящий прорыв в карьере произошел в 87-м году. Когда актеру исполнилось 50 лет, на экраны вышел криминальный триллер «Уличный парень». Тут мужчина сыграл роль уличного сводника и отлично справился со своей ролью, заработав номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший актер второго плана. Нужны деньги, приходи ко мне, попытаешься сама дело крутить, убью. Понимаешь? После этого он стал получать постоянные приглашения в кино, но работу в театре оставить не решался. Постановка «Шофер Мисс Дейзи» про взаимоотношения несносной аристократки и ее водителя имела ошеломляющий успех у театралов и впоследствии была экранизирована, тоже с участием Фримена, получив 4 «Оскара» и став лучшей картиной 90-го года. А сам актер за эту роль был награжден «Золотым глобусом» и «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля, а также номинирован на «Оскар». Я собиралась ездить в супермаркет на трамвае. На трамвае? А вы не хотите, чтобы я вас отвез, мисс Дейзи? Нет уж, спасибо. Но разве мистер Уортон не для этого меня нанял? Это меня не касается. Но еще до этого с участием Моргана вышли криминальный телефильм «Кровавые деньги», драмы «В трезвом уме и твердой памяти», «Держись за меня», триллер «Красавчик Джонни» и военная драма «Доблесть». Тот парень просто пошел искать себе обувь. Он хочет сражаться. Так и все мы. Даже больше. В ней Фримен применил опыт, который получил во время службы в ВВС США и самостоятельно исполнял все свои трюки. Далее актер получал множество предложений в кино. В его фильмографии вы найдете такие работы, как документальный мини-сериал «Гражданская война», сатирическая драма «Костер тщеславий», спортивная драма «Сила личности» и вестерн «Непрощенный». А за приключенческий фильм «Робин Гуд. Принц воров» он был номинирован на премию канала MTV. Кроме того, Фримен попробовал себя в режиссуре, сняв политическую драму «Боффа» об апартеиде в Южной Африке. Киноадаптация одноименной пьесы получила неплохие отзывы критиков, но с треском провалилась в прокате, собрав всего 212,5 тысяч долларов при бюджете в 12 миллионов. Но одной из наиболее выдающихся работ актера стала культовая драма «Побег из Шоушенка», которая вышла в 1994 году и по сей день занимает первые места в рейтингах лучших фильмов современности. Любопытно, что в оригинальной повести Стивена Кинга герой Моргана Рэд – ирландец. Тем не менее, режиссер Фрэнк Дарабонд видел в этой роли исключительно Фримена и решил оставить реплику героя «Потому что я ирландец». как удачную шутку. За роль в фильме Моргану заплатили 300 тысяч долларов, однако сам актер эту сумму не подтвердил. Тем не менее, его игра была высоко оценена критиками и зрителями. За эту роль актер был номинирован на премию гильдии актеров «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». У него были хорошие шансы получить заветную статуэтку, но соперником Моргана был Том Хэнкс, сыгравший в не менее культовой ленте «Форрест Гамп». Он и унес награду с собой. После этого каждая кинолента, в которой Фримен принимал участие, становилась популярной. А критики не могли понять, как целых 25 лет на пробах не замечали такого выдающегося актера. В 95-м году вышли фильм «Катастрофы. Эпидемия» и многими любимый триллер «Семь», в котором собрался звездный состав – Брэд Питт, Кэвин Спэйси и Гвинет Пэлтру. Сам же Фримен сыграл в этой ленте детектива расследующего дела о серийном преступнике. Тут же засветился и сын Моргана Альфонса. Он снялся в эпизодической роли технического специалиста по снятию отпечатков пальцев. Любопытно, что создатели картины сомневались, что Морган вообще согласится на роль одного из детективов. Ведь сценарий был достаточно жестоким, и некоторые актеры не хотели, чтобы их имя ассоциировалось с преступлениями, показанными в ленте. Но актер сразу же согласился, первым делом утвердив все материальные условия. В итоге его работа была номинирована на премии канала MTV и Сатурн. В 1996 году Фримен представил мелодраму «Мол Флендерс» и фантастический боевик «Цепная реакция», где сыграл вместе с Киану Ривзом. После этого последовали историческая драма «Амистад» и триллер с элементами мистики «Целуя девушек», который принес актеру гонорар в размере 5 миллионов долларов. Понимаете, Диана, если вы спустите курок, никто никогда не узнает правды. В тот же период Морган стал соучредителем кинокомпании Revelations Entertainment и с тех пор занимается продюсированием многих кинолент. Он также запустил несколько благотворительных проектов, но все еще продолжал активно сниматься в коммерческом кино. Так, в 1998 году знаменитость появился в триллере «Ливень» и научной фантастики «Столкновение с бездной». Последняя лента при бюджете в 75 миллионов собрала в мировом прокате около 350. В 2000-м Фримен принял участие в озвучивании эпизода документального сериала «Американские мастера». Сыграл в черной комедии «Сестричка Бетти» и детективном триллере «Под подозрением». Здесь персонажи Моргана Фримена и Джина Хэкмана ведут интеллектуальную дуэль. И хотя при бюджете 25 миллионов долларов фильм собрал кассу немногим более миллиона, он до сих пор считается очень качественной работой для прихотливого зрителя. В январе 2001 года вместе с адвокатом и бизнесменом Биллом Лакетом Морган открыл «Мадиди» – ресторан изысканной кухни в Кларксдейле, штата Массачусетс. Еще они открыли блюз и гриль-бар там же, который работает до сих пор. А вот ресторан пришлось закрыть в 2012-м. В следующие несколько лет на экраны вышли триллеры «И пришел паук», «Особо тяжкие преступления», «Цена страха», «Криминальная драма раскаяния», «Ужасы ловец снов» и «Боевик порочный круг». Кроме того, актер вновь озвучил несколько документалок. Среди криминальных лент, где Фримен был представлен зрителю рассудительным интеллектуалом, увидеть его в комедии «Брюс всемогущий» с Джимом Керри и Дженнифер Энистон было приятной неожиданностью для фанатов. «Я хочу дать тебе, Брюс, шанс. Из этого здания ты выйдешь наделенной моей силой». «Конечно, как скажешь, приятель». Сперва на роль Бога создатели фильма хотели пригласить Роберта Де Ниро, но в итоге отдали ее Моргану. При этом сам актер – атеист. В различных интервью он заявлял, что ему недостаточно религиозных догматов, ему нужны доказательства, которых он не видит. После роли Бога Фримен снялся в криминальной комедии «Большая кража», которая провалилась в прокате, и успешной спортивной драме «Малышка на миллион». «Ты взял девчонку?» «Господи Иисусе». «Поторопись, при таком энтузиазме она сломает запястье». В ней Морган сыграл роль старого боксера Эдди Дюпри по прозвищу «Металлолом». Благодаря этой киноленте работа Фримена была оценена по достоинству. Он получил номинацию на «Золотой глобус» и выиграл «Оскар», а также премию гильдии актеров за лучшую мужскую роль второго плана. К слову, немногим ранее актер получил специальный приз кинофестиваля в Карловых Варах за выдающийся вклад в мировое кино. Затем его фильмографию пополнил криминальный боевик «Дэнни цепной пёс», где Морган сыграл слепого пианиста Сэма. В магазине боролись двое мужчин. Но тебя это как будто не касалось. Нет. Тебе не было страшно? Нет. Люди в такой ситуации боятся. Они же не со мной дрались. Но в первом варианте сценария герой был не слепым. Эту идею предложил сам Фримен после обучения в школе игры на фортепиано для слепых. По его мнению, в этом случае Сэму легче видеть в «Дэнни ребёнка», не замечая жестокости. В 2005 году Фримен снялся в супергеройском фильме Кристофера Нолана «Бэтмен. Начало», драме «Незаконченная жизнь» и триллере «Эдисон». Затем последовал ряд работ озвучки. Например, в документальном короткометражном фильме «Путешествие на Луну 3D» и фантастическом боевике «Война миров». Тут голос Фримена, звучащий в самом начале картины, почти дословно копирует начало романа Герберта Уэллса, по мотивам которого и был снят фильм. Ещё одним проектом, которым актёр подарил свой голос, стал документальный фильм «Птицы 2. Путешествие на край света». А гонорар составил 1 миллион. В 2006 вышли криминальная драма «Счастливое число» с Левина, «Боевик контакт» и комедийная драма «Десять шагов к успеху», которая была достаточно любопытно снята. Создатель ленты Брэд Силберлинг позволял главным актёрам свободно импровизировать на съёмочной площадке, так что многие сцены фильма были придуманы на ходу. Например, танец Моргана на автомойке или сцена, в которой герои поют в машине. 25? Тебе 25? Мне было 30, когда я получил первую работу. Ты меня обошла на круг. У тебя есть время. Впереди вся жизнь. Начни её сейчас. Тогда же бизнес-активы нашего героя расширились компанией по онлайн-распространению фильмов «Кликстар». И они первыми в истории кино предложили легальную загрузку «Десяти шагов к успеху», когда фильм ещё шёл в прокате. 2007 год стал для Фримена очень удачным на различные проекты. Его пригласили на роль, которая была специально написана под него. В комедийной драме пока не сыграл в ящик. Ты мне тут плакался, что у тебя не было шанса. Вот твой шанс. Мой шанс на что? Дурака повалять перед смертью? Это никогда не поздно. Сына персонажа Моргана сыграл его родной сын Альфонсо. Тогда же вышло продолжение комедии «Брюс всемогущий», «Эван всемогущий», триллер «Прощай, детка, прощай» и романтическая драма «Праздник любви». 2008-й порадовал зрителей выходом фантастического боевика «Особо опасен» и продолжение «Бэтмена» «Боевика «Тёмный рыцарь», где, как и в первой части, актёр сыграл Люциуса Фокса. Что-нибудь ещё от меня требуется? Новый костюм. Да, на трёх пуговицах, как в 90-е, мистер Уэйн. Меня волнует не мода, мистер Фокс, а функциональность. В том же году мужчина попал в автомобильную аварию, в результате которой получил серьёзные повреждения. Инцидент произошёл недалеко от его дома, когда он ехал в машине некой 48-летней Дэморис Майер. Поговаривали, что она оказывала БДСМ-услуги, но сама всё отрицала. Майер подала в суд на Фримена за небрежное вождение, но всё закончилось подписанием конфиденциального соглашения. А травмы, полученные тогда, до сих пор беспокоят знаменитость. У него парализована левая рука, и он вынужден носить специальную перчатку, чтобы поддерживать кровообращение. В 2009 году состоялись премьеры боевика «Кодекс вора» и криминальные комедии «Кража в музее». Тогда же вышел фильм «Непокорённый», где Фримен сыграл известного политического деятеля Нельсона Манделу. Сам Мандела сказал, что только Морган мог сыграть его. Фримен был первым утверждённым актёром в этой картине, и это неспроста, ведь мужчины дружили на протяжении многих лет. Актёр готовился к своей роли, пересматривая записи своего товарища, чтобы изобразить речь и харизму политика. Но это оказалось сложным заданием, волшебство Манделы было практически невозможно скопировать. Актёр рассказывал, что хотел не просто скопировать манеры, а передать эффект, который лидер южноафриканцев оказывал на людей, а именно побуждал их быть лучше. Но и над деталями Морган тоже работал. Например, будучи левшой, для некоторых сцен научился писать правой рукой. Эта работа была оценена критиками, и нашего героя вновь номинировали на Оскар, Золотой Глобус и Премию Гильдии Актёров. Хотя карьера знаменитости была полна различных проектов и интересных работ, таблоиды начали обсуждать его личную жизнь. И там было о чём поговорить, ведь брак Фримена, который считался одним из самых крепких в Голливуде, спустя 23 года пришёл к завершению. Точная причина развода неизвестна, но в суде Морган настаивал на том, что брак рухнул по вине супруги, а мирно обвиняла Моргана в неверности. Женщина доказала, что актёр долгое время изменял ей со школьной учительницей Мэри Джойс Хайс. Но причиной развода стала нелюбовница, так как брак пары считался открытым и мирно закрывала глаза на его романы с другими женщинами. Бывшая жена обвинила Моргана в нетипичных отношениях с их внучкой. Хотя девушка была приёмной и никакого кровного родства между ними не было, этот слух вызвал бурю обсуждений и возмущений в адрес актёра. Но реальных доказательств этому не было, и актёр опровергал слухи, продолжая с уважением отзываться о внучке. Развод семейная пара смогла получить лишь в 2010 году после трёх лет судебных тяжб и решений. В итоге Мирна получила небывалую компенсацию в размере 170 миллионов долларов. Тем временем с участием актёра вышли комедийный боевик Рэд семейная драма «История дельфина», а в 2011-м состоялась премьера комедийной драмы «Третий акт». В 2012 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Фримен получил премию «Сесила де Милля» за выдающийся вклад в мир развлечений. Далее последовали третий фильм Кристофера Нолана о Бэтмене «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды», криминальная лента «Иллюзия обмана», комедия «Стар перцы» и фантастический фильм «Обливио». В последнем Фримену сначала предложили быть рассказчиком, но он очень заинтересовался сюжетом и захотел сыграть какую-то роль. Но вместо того, чтобы сказать, как есть, он соврал режиссёру, что у него разболелось горло. Создатели фильма так хотели, чтобы Морган принял участие в проекте, что всё равно взяли его в актёрский состав на роль Малкольма Бича, главы группы «Падальщиков». Я бывал в этих радиоактивных зонах. Если хочешь узнать правду, только там и узнаешь. А во время работы над боевиком «Падение Олимпа» сцена с актёром в комнате кризисных ситуаций снималась в самый разгар интернет-слуха о его смерти. Наш народ особенно сплочён в момент испытаний. И мы останемся сплочёнными и стойкими. Да хранит вас Господь. Да хранит Господь Соединённые Штаты Америки. Он часто начинал съёмочный день, напевая остальным актёрам старые джаз-песни, чем умилял съёмочную группу. За эту работу он получил гонорар в размере 10 миллионов долларов. А 2013 год в целом для него стал самым прибыльным. За этот период он заработал более чем 30 миллионов долларов. В 2014 году Морган впервые принял участие в озвучке анимационной ленты «Лего-фильм», а также снялся в короткометражном фэнтези «Желание волшебника», фантастическом триллере «Превосходство», «Боевике Люси», комедийной драме «Сама жизнь» и семейной драме «История Дельфина 2». В 2015 году в жизни нашего героя случилась трагедия. И Дэна Хайнс, приёмная внучка Моргана, которую он воспитывал вместе с бывшей женой, была убита при странных обстоятельствах. Девушка была начинающей актрисой и, по слухам, имела тесное отношение с Морганом, который был также её протеже в индустрии кино. После смерти внучки Фриман заявил, «Мир никогда не узнает о её артистизме и таланте, о том, как много она могла предложить. Пусть земля ей будет пухом». С тех пор он отказывается говорить про Эдену и комментировать свою личную жизнь. В том же году фильмографию актёра пополнили комедия «Третий лишний 2», «Боевики ускорений» и «Последние рыцари». Кроме того, он без упоминания в титрах сыграл судью в эпизоде сериала «Государственный секретарь». Позднее Фриман ещё два раза возвращался в этот проект, также режиссируя серии, в которых снимался. В 2016 году актёр выступил ведущим и продюсером документального цикла передач «История о Боге» с Морганом Фриманом, где он путешествует по святым местам. Фриман убеждён, что не Бог создал человека, а наоборот – человек Бога. В сентябре 2016 года президент Барак Обама вручил актёру национальную медаль искусств. На церемонии президент сказал, что Фриман был удостоен этой награды за выдающуюся работу в качестве актёра, режиссёра и рассказчика. К слову, несколькими годами позже за достижения в жизни Морган был отмечен специальной премией Гильдии актёров. Тем временем Фриман успел появиться в боевике «Падение Лондона», эпической ленте «Бен Гур» и второй части детективного триллера «Иллюзия обмана». Как и в первой части, здесь Морган сыграл интеллектуала, разоблачающего мошенников и умеющего просчитать ситуацию на несколько ходов вперёд. В 2017-м на экраны вышла комедия «Всё только начинается», в которой также приняли участие Рене Руссо и Томми Ли Джонс. В картине Фриман исполнил роль бывшего адвоката Дюка, скрывающегося от мафии и работающего за скромное жалование в «Доме престарелых». В том же году состоялась премьера криминальной комедии «Уйти красиво». История о трёх пенсионерах, решившихся на дерзкое ограбление банка, заслужила признание зрителей и восторженные отзывы критиков. Позднее, когда набирала популярность движение «Ми Ту», около восьми женщин, которые пересекались с актёром на съёмочных площадках, обвинили его в неподобающем поведении и харассменте. Одна из девушек рассказала, как на съёмках «Уйти красиво» Фримен в течение нескольких месяцев домогался ассистентку продюсера. Она сказала, что актёр неоднократно дотрагивался до неё без разрешения, клал руку на поясницу или поглаживал её, а также часто отпускал реплики по поводу её фигуры и одежды. Другая девушка, работавшая с актёром в фильме «Иллюзия обмана», сказала, что мужчина регулярно комментировал её внешность. И многие сотрудницы студии при работе с Морганом старались не надевать обтягивающую одежду, чтобы не провоцировать актёра на обсуждение их вида. Фримен оправдывался тем, что не намерен был оскорбить или заставить кого-то чувствовать себя неловко. Он принёс извинения всем, кто чувствовал себя неудобно или ощущал неуважение к себе. Однако после обвинений в харассменте с Фрименом временно приостановили отношения компании Visa и TransLink. Тем временем актёр успел озвучить приключенческий боевик Альфа, а также сняться в семейном фэнтези «Щелкунчик и 4 королевства» в триллерах «Ядовитая роза» и «Падение ангела». На съёмки его приглашали даже после скандала. В 2020-м Фримен сыграл в комедии «Афера» по-голливудски, а в следующем году появился в сериалах «Одиночество» и «Метод Камински». Последний принёс ему номинацию на «Эмми». В том же 2021-м году актёр сыграл в комедии «Поездка в Америку 2», «Боевиках ангел мести» и «Телохранитель жены киллера». Только получив поле, чувствуешь себя мужчиной. Да, я 20 словил. Я принял полю. Да? В 2022-м вышли триллеры «Минута, когда ты проснёшься мёртвым» и «Последний рейс», не получившие признания публики. Та же участь ждала детективный триллер «Профессор и призрачный убийца», а драма «Хороший человек» была оценена выше. В ней актёр сыграл отца погибшей в ДТП девушки и тонко показал его взаимоотношения с главной героиней – виновницей аварии. Я поклялся, что никогда не подниму руку на своих детей. И я не поднимал. Будущее трезвым. Кроме того, в 2023 году Морган успел появиться в сериалах «Беспредел маппетов» и «Спецназ львица», а также «Боевике 57 секунд». На октябрь запланирован выход триллера «Сниф» и ещё несколько проектов находятся на этапе производства. Кроме съёмок Фримен продолжает озвучивать документальные и художественные фильмы и пользуется в этом не меньшей популярностью, чем на экране. Фримен действительно очень плодотворный человек. Его состояние оценивается в 250 миллионов, а он сам уже более 20 лет является одним из самых известных и востребованных актёров мира. Также он является одним из самых кассовых актёров, поскольку фильмы с его участием к 2021 году собрали в прокате 4,3 миллиарда долларов. Сумма, которую Морган зарабатывает за фильм, варьируется в зависимости от его роли в проекте и бюджета. Например, актёрская работа стоит больше, чем роль закадрового голоса. По оценкам специалистов, в настоящее время Фримен зарабатывает около 10 миллионов долларов за фильм. Сообщается, что от 1 до 2 миллионов он заработал за озвучку рекламы дебетовых карт виза. Морган всегда гордился своими южными корнями. Хотя он снимается в кино по всему миру, он продолжает жить на одном месте на протяжении последних 30 лет. Актёр владеет ранчо в Миссисипи на 50 гектаров, которые он купил ещё в начале 90-х. Дом имеет богатое и красочное прошлое, которое неразрывно связано с историей региона. Когда-то он использовался как плантация, и многие из его первоначальных зданий стоят до сих пор. Фримен усердно работал над сохранением этих исторических построек, а также модернизировал их для обеспечения комфорта и роскоши. Тут используются экологически чистые материалы и методы реконструкции. Кроме того, на ранчо растёт большой сад, где Фримен выращивает собственные фрукты и овощи. Живут животные, в том числе несколько лошадей. В 2014 году актёр увлёкся пчеловодством и со временем решил превратить свой участок в пчелиный приют. Фримен импортировал 26 ульев из Арканзаса и посадил благоприятные для пчёл магнолии, клевер, лаванду и другие растения. Морган говорил, что они ни разу его не жалили, так как он не пытался собирать мёд, а просто кормил насекомых. Фримен является коллекционером автомобилей. В его автопарке встречались BMW 7-й серии за 10 тысяч долларов, которые он купил для реконструкции, Tesla Model X стоимостью 79 тысяч и GMC Yukon Denali, который стоит 49 тысяч. Для жизни на ранчо в Миссисипи пикап просто необходим, поэтому у Фримена в гараже есть Toyota Tundra за 47 тысяч и Chevrolet Silverado за 35. А для души он купил Ford Mustang GT 350 1996 года за 140 тысяч долларов, в который влюбился на съёмках, пока не сыграл в ящик, и Lamborghini Aventador за 400 тысяч долларов. Помимо машин в разное время у Фримена было три самолёта Cessna 414, Cessna Citation и CyberJet SJ-30. Последняя модель известна как самый быстрый и лёгкий самолёт в мире. В 15-м году частному самолёту Фримена пришлось совершить вынужденную посадку, когда во время взлёта у него отлетела шина. Морган сам может управлять летательным аппаратом, так как в 65 лет получил лицензию пилота, исполнив свою давнюю мечту. Однако чаще всего он всё-таки доверяет штурвал профессионалу. Морган Фримен всегда считался филантропом, зоозащитником и экоактивистом. Он также высказывается на политические темы. И ещё в 17-м году записал видеообращение, где обвинил Россию в атаках на демократию. После полномасштабного вторжения российской армии в Украину Морган стал одним из первых, кто поддержал украинский народ. В свободное время Фримен играет в гольф и ходит под парусом на собственной яхте, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем. И он продолжает сниматься в кино, планируя и дальше радовать своих поклонников интересными актёрскими работами. А какой фильм с его участием нравится вам больше всего? До встречи, приятели. Ты куда? Я? Я ухожу в отпуск. У бога не бывает отпуска. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.